Слушайте Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина и наш гость вместе с нами включает «Зелёную лампу». Его особенно представлять и не нужно, потому что это всеми любимый и очень хорошо известный, потрясающий актёр Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон. Доброе утро! Доброе утро! Спасибо за приглашение вам, девочки! Спасибо, что вы к нам пришли в такой вот холодный, немножко пасмурный день и сразу стало солнечнее с вашим приходом. Спасибо, это взаимно. И, во-первых, я не первый раз на вашей передаче, и я не могу забыть самое основное то дело, которым вы занимаетесь, потому что, когда вы разговаривали с тем ребёнком, я был, конечно, очарован этим, потому что та доброта, которая идёт от вас к ним и вместе со здоровьем, и когда вы видите результат этого дела, эти круги расходятся по воде. По воде, я имею в виду, затрагивают всё больше и больше количество людей. Поэтому это замечательно то, что вы делаете. Ну вот с нами вместе тысячи радиослушателей и читателей наших страниц, и наши коллеги, и наши гости, конечно, замечательные. Только поэтому всё это и возможно. А сегодня наша зелёная лампа включается для двухлетнего малыша, которого зовут Елисей. Елисей Василенко. Ему нужен курс очень важной, серьёзной комплексной терапии в клинике «Доктрина» в Санкт-Петербурге, потому что с его диагнозом в Латвии помочь ему не могут. Диагноз мальчика Аллалия. Мы чуть позже расскажем об этом подробнее. Это очень трогательная история, это очень красивый малыш. Вы можете прочитать и увидеть фотографии на нашей страничке на сайте MixNewsLV в рубрике «Зелёная лампа» и на Фейсбуке на страничке «Зелёная лампа». И телефон 93006384 работает всю неделю до следующего вторника для двухлетнего Елисея. Спасибо вам за каждый звонок. Стоимость звонка – евро 42 цента. И с нами в студии актёр Яков Рапальсон, у которого недавно случился красивый юбилей. Мы вас поздравляем. Спасибо огромнейшее. Расскажите, пожалуйста, как в театральной реальности во время пандемии прошёл ваш юбилей? Ну, во-первых, мне повезло. Я благодарен театру и директору театра, и главному режиссёру, которые взяли эту непростую повесть Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», Гламазов сделал инсценировку. И мы выпускали этот спектакль прямо, скажем, во времена этой модной болезни, которая у нас сейчас есть. А смысл актёрского существования – это встреча с другими, то есть со зрителями. Потому что это смысл нашей жизни. А то есть вы хотите сказать, что вы на сцене играете, а зал пустой? Я бы этого не хотел сказать, но это было. А вот мы сделали спектакль и выпускали спектакль именно в локдаун. И надо было сыграть, чтобы просто какая-то осталась, ну, как созданная, родить этого ребёнка. Вот рождали мы этого ребёнка на пустой зал. Было 3-4 человека, которые работали в нашем театре. Других мы не имели права пригласить. Это зрелище было что-то, знаете, из Хармса. Сюрреализм. Ну, понимаете, когда мы выходили кланяться на поклоны, в зале было там 4-5 человек, я им крикнул, «Зал, а вас там меньше, нас больше, местами поменяемся». Представляете, вот как? Вот. Но это та форс-мажорная ситуация, которая тут нет невиновных. Виновны только одно, я не могу это не сказать. Потому что я думаю, что такой ситуации у нас в стране бы не было, если бы были почти все вакцинированы. Я не могу это не сказать. Это такая боль творческих коллективов и театров, да? Абсолютно. Потому что все хотят видеть зрителей, и для этого надо, чтобы было бы тянуть. Потому что, понимаете, в этой ситуации, да, ты несёшь ответственность за себя, я не хочу. Но что такое свобода? Это осознанная необходимость. Есть та ситуация коллективного добра, когда моё решение, и твоё здоровье, и твоё здоровье, и твоё здоровье, я должен... Я не говорю о том, когда нельзя прививаться. Об этих я не говорю. Ну, люди, которым врачи там написали... Вот такие размышления у вас, это вот и ваш день рождения случился практически одновременно с рождением этого спектакля. Да, с рождением этого спектакля. Я ещё хочу сказать, знаете, ну, всё-таки 75. Это пел замечательный грузинский артист «Мои года, моё богатство». Вахтан Кикабидзе. Вахтан Кикабидзе. Кикабидзе. И Кикабидзе. И вот я думаю, как расшифровать «Мои года, моё богатство». Вот интересно. Потому что надо же понять, что такое. Просто прожитые года, ну, какое-то богатство. Ну, какое-то богатство. Говорят, что мудрость приходит с годами. Не всегда. Чаще приходит маразм. Если он и был в детстве, в юношеские годы. Понимаете? Чем же? Потому что мы за эти годы либо добиваемся материальных успехов, либо духовных. Материальные мы оставим здесь. С собой не унесёшь. Духовные останутся с твоей душой. Если там есть жизнь, может быть, что-то там. Но всё равно. Я не говорю, что то или другое плохо. У некоторых это сочетается вместе. Слава этим людям. Мы становимся богаче, когда деньги у таких духовных людей. Вот. Поэтому наше... Ну, какой-то... Каждому человеку, мне всегда кажется, дан шанс. Шанс встречи с кем-то, который он не пропустит. Не пропустит. И мне повезло. Я встретился в театральном училище с женщиной, которая актриса-чтец. Она, которая не преподавала у нас в театральном училище, но она была, пришла на экзамен. Когда мы поступали, потом подошла ко мне и говорит, когда ты поступишь, ты придёшь ко мне. Она делала спектакли, чтецкие спектакли Юрскому. Она делала спектакли, был такой чтец замечательный, Гончаров. Так вот, как-то Юрский её пригласил на свой концерт в Москве, в библиотеке Ленина. Там есть концертная площадка. И он предложил ей, Элеонора Николаевна. Тем более, при том, она рижанка. Рижанка отсюда. А как Элеонора Николаевна? Элеонора Николаевна Волгина, настоящая псевдонима, настоящая фамилия Вульфсон. И вот пять лет, четыре года вернее, четыре года, я каждый день был у неё. Я слышал, как она читает. Я слышал. Она никогда не говорила. Я был очень необразованный человек. Очень. Я хотел читать, но не знал, что. Мне стыдно сказать, какие поэты мне тогда нравились. Но это от незнания. Но она никогда мне не говорила. Ты читал это? Нет. Она заговаривала. Проходил месяц. Я читал ночами. Я должен был успеть. А она никогда не знала. Ты читал это? Она заговаривала. И не дай бог, если бы я этого не знал. Как-то я опоздал к ней. Опоздал. Я пошёл на спектакль. Хотел посмотреть. 15 минут. В том, сбежать и к ней. А были закрыты двери. Я выскочил. Я бежал. У меня сердце выскакивало. Я опоздал где-то на 4 минуты. Вот так. Позвонила. Она открывает дверь. Я говорю. Здравствуйте, Леонарь Николаевна. Она говорит. До свидания. И закрыла дверь. Я понимал. Это был урок. Что она права. Такими людьми нельзя бросаться. Нельзя. Вот она ушла. То есть встреча с этим человеком – это был подарок. Подарок. Всё, чему я научился, я научился у неё. А ещё какие подарки судьбы? Вот совсем недавно. С высоты, да. Мои года, моё богатство. Совсем недавно у меня был, я сделал вечер, я сейчас читаю, и пришёл только к одному поэту, и прозаику, и всей личности, к Марине Ивановне Цветаевой. Я много читал, как будто всё читал, но получилось, как бупслейная линия, как бупслей. Вот я сел в тисане, объезжая вот этих поэтов, писателей, объезжая, и меня эта трасса вывела к Цветаевой. Я сейчас ничего не могу читать другого. Ничего. Когда спросили у Бродского, кого он считает первым поэтом 20 века, он без сомнения, сказал Марина Ивановна Цветаева. Они говорят, как, ну вы же дружили с Ахматовой. Он говорит, я повторяю, выше Марины Ивановны Цветаевой в 20 веке никого не было. Я думаю, что тот дар, который получила эта женщина, не вынес бы ни один мужчина. Ни один. Потому что нет вообще никакого, никакой темы, которой бы она обошла. Никакой. Я могу, у меня часто говорят сейчас, ну вот, юбилей, вот, вас знаю, там, и кто-то из журналистов подошёл. Ну вы же небожители. У меня смех начался. Просто у меня истерика началась, понимаете? Какие небожители, я говорю. Какие небожители. Это мы к теме звёздности подходим. Понимаете? Вот эти понятия звёзд. Ну, чем, я думаю, что человек, у которого не быстро убегающий назад лоб, понимает, что есть разные вещи. Вот, например, что она, а вот мои очки, что она, если можно, я вот, я вам немножко просто прочту из её дневников. Люди театра не переносят моего чтения стихов. Вы их губите. Не понимают они, корабейники строк и чувств, что дело актёра и поэта разное. Дело поэта, вскрыв, скрыть. Голос для него, для актёра, броня, личина. Вне покрова голоса он гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта водой тушит пожар строк. Поэт не может декламировать стыдно и оскорбительно. Поэт, уединённый. Под мозг для него позорный столб. Преподносить свои стихи голосом, наисовершеннейшим из проводов, использовать психею для успеха? Достаточно с меня великой сделки, записывания и печатания. Я не импресарио собственного позора. Красиво. Вот так. И продолжение. Актёр другое. Актёр вторичное. Насколько поэт быть, настолько актёр казаться. Актёр упырь, актёр плющ, актёр полип к тому, что написано. Говорите, что хотите, никогда не поверю, что Иван Иванович, а все они, Иван Иванович, каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом. Поэт в плену у психеи. Актёр психею хочет взять в плен. Наконец, поэт, самоцель, покоится в себе, в психее. Посадите его на остров. Перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище остров и актёр. Актёр для других вне других. Он немыслим. Актёр из-за других. Последнее рукоплескание, последнее биение его сердца. Дело актёра час. Ему нужно торопиться, а главное пользоваться своим чужим. Равно. Шекспировский стих, собственная тугая ляжка, всё в котёл. И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? Не о себе говорю и не за себя. Психею нет, господа. Актёры, господа актёры, наши царства иные. Нам остров без зверей, вам звери без острова. и после этого нам говорят о звёздности. Мне говорят, как? Разве это не обидные слова? Я говорю, для меня я восхищаюсь разбору, смыслу этого. Она же не оскорбляет, она вскрывает. А вот перед эфиром мы с вами говорили о любви. И вы по поводу Цветаева сказали замечательную фразу о том, что значит любить человека. Давайте продолжим эту тему. Вот это она из ёжедневников. Любить человека, видеть его таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители. Да, потрясающее определение. Очень точное. Мы помним очень хорошо ваш моноспектакль «Фальцет времени», где вы читали Цветаева. А расскажите продолжение какое-то. Во-первых, я должен поблагодарить Толю Хвойницкого, моего друга, у которого своя студия. И он как-то услышал мой спектакль и говорит, я же это надо записать. Я как-то ну не знаю. Я говорю, ну, во-первых, я без зрителя не могу, потому что я же всё равно разговариваю с вами, а не с этим микрофоном. понимаете? И для меня, если я не вижу глаз, которые делают либо талантливее меня, либо я не дотягиваюсь до того уровня, который я могу. Это зависит же от зрителя. И паузу делаю уже не я, а вы. Я только должен видеть ваши глаза и насколько возможно понимать, когда эта пауза может продлиться, когда нет. И вот он, мы пригласили зрителей, записали этот спектакль, и он выставил его в Ютубе. и для меня я воочию вижу, что вот, ну, уйди я просто вот. Как Цветаева говорит, я не хочу умереть, я не хочу, я хочу не быть. И вот когда я вижу, что результат выставили в Ютубе, а он называется Марин Цветаева Фальцет Времени, так назвал ее Бродский. Вы знаете, как он еще определил ее тире? Это просто. У нее сплошь тире. Он говорил, для нее тире это прыжки через само собой разумеющиеся. Пропуски. Ну вот посмотрите, великая сила цифровизации выставили на Ютуб Марина Цветаева Фальцет Времени. Три с половиной тысячи просмотров. Да, это представляете, это три с половиной тысячи зрителей. Вы можете представить такую аудиторию? Нет. Да, причем фамилия Цветаева не из тех, которые это не для широкого круга. Это как всегда говорили культура, культура, культура. Вот узкая речка в горах, она узкая, но глубокая. Вот та культура глубокая, но она затрагивает мало берегов. А потом она выливается в долину. Она широкая, вроде бы все, но мелкая и мутная. любит вот вы сказали эту фразу, Марина Святая, что любить человека это значит любить его таким, каким задумал Бог и каким не смогли осуществить родители. И вот мне подумалось, что наша история, которая сегодня на этой неделе посвящена наша программа, наш проект «Зеленая лампа», ребенок, которому мы помогаем, ему два года. Это семья, обычная семья, в ней трое детей, все три мальчики, Саша, Миша и маленький Елисей. Они живут в однокомнатной квартире, в стандартной многоэтажке в Плявниках. Маленькой квартирке совершенно. Да, абсолютно чудесная, светлая, красивая семья, очень красивые люди, мама и папа, замечательные два брата у Елисея. И родители сейчас очень хотят осуществить то, что они могут. То есть у ребенка это не подтверждено, у мамы есть такое подозрение, так говорили неврологи, возможно, это связано с прививками, возможно, это связано еще с одной бедой, которая с малышом в детстве случилась. Точных причин никто не знает, но задержка развития, то есть мама знает, как развивались у нее старшие сыновья, и она видит, что здесь что-то не так. Она начала бить тревогу, логопеды, психологи, психиатры, неврологи. К сожалению, в Латвии очень, вот все мамы жалуются, что нет системной помощи, нет системного какого-то плана, вот этой терапии, огромные очереди. Платно очереди по году. Да, если год не ждать, то это от 20 до 70 евро в семье трое мальчишек, можете представить. Мама не работает, папа всегда на двух работах из-за пандемии, сейчас у него осталась одна работа, и у мальчика задержка речевого развития. Здесь ставили диагноз аутизм, а в Петербург они съездили, и аллалия, есть такой вот диагноз, задержка речевого развития. И до пяти лет абсолютно реально и возможно, но нужна действительно очень комплексная терапия по современным методикам, современной аппаратурой. Можно его привести в общем-то к тому уровню, на котором будут находиться его сверстники к пяти-шести годам, и в этом Петербургском центре доктрина берутся за такие случаи, там очень хорошие результаты, и уже к семи годам ребенок может пойти даже и в нормальную школу. Поэтому вот мама сейчас, она просто считает своим долгом осуществить вот то, что она может как родитель. И она очень стеснялась, она очень боялась, для нее это было вообще ужасно, потому что действительно очень такая состоявшаяся семья в человеческом таком вот отношении, в отношении любви. это вот просто ощущается, заходишь, и вот просто оно вокруг тебя. И счет открыт, специальный целевой на имя Елисея Василенко в фонде Be Open, телефон благотворительный, подключен, целую неделю мы будем напоминать, просить помощи и рассказывать. Подробная история на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленые лампы». Вот не поленитесь, залезьте, просто пробегите, посмотрите просто картинки. Да, вот на этих мальчишек, на этого маленького малыша это просто чудо, такое вот кудрявый малыш из рекламы. Меня всегда еще чуть-чуть добавлю два слова, поражает, что вот есть у нас неделя и есть у нас абсолютно реальная возможность изменить жизнь этого малыша. Вот у нас у всех. Даже звонком. И жизнь родителей, и жизнь его братьев. А мы можем этого не сделать? Или мы можем это сделать? Вы знаете, я, извините, я перебиваю вообще сам момент, что мама с папой увидели два года и вот что-то связанное. Я знаю. Ну, вообще не говорит ребенок. Я знаю. Вы знаете, дай Бог, чтобы я ошибался. Дай Бог, чтобы он был здоровенький, что это пока вот. Вы знаете, Марина Ивановна Цветаева сказала по поводу этого. Вот какую вещь. Косноязычие бывает в двух случаях. От множества мыслей и от отсутствия их. Ну, вот, кстати, вы... Понимаете? Да. Еще мама объяснила нам, что у него проверяли слух, проверяли интеллект, и у него интеллект не затронут. Полностью. все сохраняем. То есть у него блестящий интеллект. Более того, он на занятиях Монте-Сори выполняет задания, которые предусмотрены для детей на 2-3 года старше. И он их быстро щелкает, он быстро решает, быстро вот находит решение. То есть, но вот этот речевой прорыв... Нужен какой-то толчок, и все пойдет. Поэтому я надеюсь, естественно, надо помогать в этом случае. Но дай Бог, чтобы потом его развитие он заговорит. Вот я... Мама тоже очень верит. Понимаете? Он заговорит, потому что общаешься уже в своем возрасте, и иногда хотелось бы, чтобы многие помолчали. Понимаете? Это точно. Но как... Потому что очень важна база, откуда идет речь и о чем идет речь. Человек, если он все равно накапливает тот интеллект, как я понимаю, понимаете? Иногда хочется сказать, а с кем? Да, еще... Понимаете? Дай Бог, я понимаете, о чем я говорю? Чтобы мама при всем лечении естественно, я понимаю это. Но самое главное, это это тот интеллект, та база, которая даст дальше прорыв. Там вся эта маленькая крошечная квартирка, она заставлена играми развивающими, то есть этот малыш, с ним все занимаются, он делает там всевозможные задания, превышающие его уровень возрастной, и самое главное, что вот он в любви абсолютно растет, но это просто очевидно. И вся семья каждое воскресенье ходит в храм, а старший мальчик даже прислуживает в храме. То есть там вот духовность есть. И мама верит, мама обращается молитвами к Богу, и мама верит. Но как ни прозаично, это все упирается в финансовую сторону вопроса. Это я не снимаю. И поэтому наш телефон 9-0. Я просто хочу как бы успокоить, что это не 9-3-0-6-3-8-4, один звоночек евро 42 цента, и эти звонки, как всегда мы говорим, уже такой же там складываются в большую помощь. Реально складываются в большую помощь. Я еще хочу добавить, что они один раз, почему мы надеемся на то, что будет все хорошо, потому что один раз они уже собрали все эти средства сами, скопили, и съездили. Они обратились просто к родственникам, к друзьям, вот собрали на первую поездку, и съездили в Санкт-Петербург, и там вот их приняли полностью, обследовали на современной аппаратуре, которой в других местах просто нет. И вот они сказали, что да, надо еще раз, возможно еще раз, и все это толчок будет, результат хороший будет. Поэтому мы надеемся, и телефон наш повторяем бесконечно. Ты мне напишешь после передачи, я пару сейчас память его у меня цифровое, это, да? 9-3-0-6-3-8-4. Хорошо, это ты звонишь к родителям? Нет, нет, это звонок ЛАД-Телеком, это благотворительный. Каждый звонок это евро 42 цента, которые уходят мальчику непосредственно. Напишешь тогда. Да, и все они подключены и поступают на счет. И, кстати, вот итоги нашей прошлой недели. Мы помогали собрать средства на оплату ортезов для 8-летнего мальчика из Плявенеса, он живет с мамой, и с братиком, Алекс Куликов, и у него, чтобы он мог ходить, у него больная очень нога, нужны были ортезы и реабилитации в медицинском центре ПОГа здесь, в Латвии. И вот было сделано 1187 звонков и собрано 5071 евро. То есть, мы с вами помогли, теперь будут заказаны ему вот эти ортезы, и он пройдет реабилитацию, и врачи, которые там был собран специальный медицинский консилиум, который решал, что мальчику может помочь. Вот, будем надеяться, да, что все будет хорошо. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, вы исправляете ошибки, которые были сделаны, собственно, мальчик из-за чего получил травму, ему сделали укол в больнице в самом маленьком возрасте и попали в нерв, очень как-то неудачно, вот после этого у него стал отниматься нога, ушка, ему двух лет еще не было, когда это случилось. И все эти годы, вот до 8 лет, он очень мучается от боли, и сейчас просто есть возможность ему начать ходить без боли. Спасибо вам огромное, просто низкий поклон от мамы, мама одна с двумя детьми, поэтому это очень-очень важно. Это просто к звонке Кангину хранителю. Вот, наверное. Гость нашей студии, актер Яков Рафальсон, у которого недавно был красивый юбилей, который он отметил, премьера спектакля. Расскажите, вот ваш герой, как вы его осмысливаете? Вы знаете... Что он для вас? Вы знаете, какая штука? Кого вы играете? Дело в том, ну, я играю Фому Апискина, это играли величайшие актеры, которые, это было для меня просто честь повторить тот текст, который говорили великие. В том числе Михаил Чехов. Да, Михаил Чехов, Юрский, Грибов. А вот я просто, когда взял название, первое, что я посмотрел, село Степанчиково и его обитатели. Первое, что у меня закралось, как-то, почему обитатели? Не жители, а обитатели. Мы, обитатели, говорим о животных. Обитают там-то и там-то. Так вот, такая личность, ну, это, естественно, надо, я не могу раскрывать, ну, если кто-то не читал, это сложно, но понять суть, что Фома Апискин мог существовать только там, где очень трудно с мозгами, с мозгами, где отсутствие мозгов, и где обитатели. Вот там приезжает такой Сергей, персонаж из Петербурга, и полное ощущение, что он попадает таким же зрителям, как и в зрительном зале, только он еще и действует. Он не может понять. Это же очевидно, что это, ну, как вам сказать, ну, не аферист, но это человек абсолютно с нетронутой мозгами. Он копирует, он лицедеет, он, наверное, наслушался, он ничего не читал. И он мог руководить вот этой, вот, вот этими людьми в Петербурге, он бы не прошел. Тогда. Но сейчас я понимаю, что мы же говорим о Достоевском, о России. Я думаю, площадь села Степанчикова несколько раздвинулась. Понимаете? Тогда была маленькая точка. Ваш герой, вот, как, как, как вы сформулируете вот какое-то основное его вот душевное движение? Что это? Понимаете, он начинал как шут в какой-то. И вдруг у него был единственный талант лицедейство. но тогда он не понимал, что это талант, что нужно заниматься своим делом. Понимаете? И когда он увидел, что он как попугай научный говорить, и, а когда люди не не очень образованные слышат фамилии, которые он употребляет, и как он разговаривает, дурак же всегда приличен. Глупый человек может сказать глупость, и мы, дурак никогда не говорят глупости. Он серьезен. всегда во всех замечательный рассказ написала Тэфи о дураках. Она там пишет, что дурак это зародыш конца мира. Понимаете? С дурадом. А вот. И он он говорит, ну, простейшие вещи он рассуждает, он, понимаете? Еще и пафосна, Понимаете, конечно. он уже знает. И это, ну, значит, он понимает. И все вокруг вот. Ну, то есть, роль интересная. А вот вообще вам, как актеру, интереснее играть положительных персонажей или злодеев? Вы знаете, а я не делю их, либо, если есть что, без режиссера, когда режиссер тот, который дает решение этой сцены, вот, решение всего спектакля, на мой взгляд, я в восторге от того, как Голомазов придумал решение этого спектакля. А начинается оно с того, который много задают вопрос. Начинается советское время с утра 7 или 8 утра зарядка. Ставим ноги на ширину плеч, подняли руки, вторую, третью, раз, два, раз, два. Все знакомо. Вот отсюда, вот это раз, два, она перекликается на всю общую линию вот этих всех Машей, все в одном строю, все в одном. Мне говорят, ну, была же зарядка и до него, до советского времени, да, только радио не было, не было вот этого. Не, не, не. Мы видим процесс. И откуда это? Он же, Достоевский написал село, когда отсидел, отсидел, вышел, все говорили, какую-то ерунду он написал. Я читаю тексты Фомы Апискина, как он мог предугадать абсолютная речь советских чиновников по культуре. Абсолютно. У меня есть текст. Да, пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного. чиновник, это да, это такой отдельный почти класс. Конечно, а это насаждал, и все же привыкли, все же привыкли. Ну, кстати, да, сейчас уже говорят о том, что если раньше были, ну, как социальные группы, какие-то там лифты, сейчас говорят о классе чиновников. Посмотрите, у нас по статистике чиновники даже в нашей маленькой стране увеличиваются, увеличиваются в количестве, прирастают, и в процентном соотношении их все больше по отношению просто к населению. Но давайте мы вот о детях, о внуках. Вот я хочу спросить, у вас есть внучка, Полина, в свое время она сыграла с вами вместе в одном сериале. Да, Огунс Грегс. Огунс Грегс. А сейчас чем она занимается? Она у вас актриса не планирует? Хотела, она планировала, я не планировал. Она слушает вас? Ну, во всяком случае, я делал все, чтобы она этим не занималась. Сейчас она, слава Богу, она учится в Англии, в университете, искусствоведческое отделение. Рада, для нее не существует границ английский, причем она здесь, будучи здесь, в Риге, она стала изучать корейский язык и выиграла в корейской культурной центре? Нет, как, в посольстве. она взяла какой-то гранд-при за знание... Это, конечно, да, выдающееся решение. Понимаете, в наше время мне все говорят, ну, как там, вот, советская школа, понимаете, и советская школа, на мой взгляд, это мое мнение, она преуспела у меня, в моей практике, только в одном. Она сделала все, чтобы я, не дай бог, не выучил иностранный язык. Она понимала, что это бессмысленно. Ну, Яков, ну, неужели, больше ничего вам советская школа не дала? Посмотрите, какой вы успешный, замечательный, наизусть читаете Цветаева. Это все самообразование. Все. Вот я здесь лично не соглашусь, потому что я тоже продукция. Это связано как у кого. Продукт советской школы, и считаю, что вот и школа, и университет заложили очень грамотный базис. Университет. Слушай, я вернулся, Маяковского убили два раза. Первый раз, когда он сострелился, второй раз, когда Лиля Прик написала письмо Сталину, и он написал на ее письме, Маяковский является первым и талантливейшим революционным поэтом на советское время. Его стали изучать в школе, и его убили второй раз. Потому что мы все знаем Маяковского, почти все знают Маяковского по советскому паспорту. Ну, здесь можно долго договориться об этом. Не будем входить в литературные дискуссии, тоже не соглашусь. Потому что, ну, во всяком случае, во всяком случае, сейчас часто говорят, надо защищать русскую культуру. Надо защищать русскую культуру, не надо защищать. Она столь велика, что надо ее изучать. В советское время на домах исторических было написано охраняется государством, а надо бы сохраняется. Это разные вещи. Чего его охранять? Его никто не украдет и не уберет. А вот сохранить бы надо было. Так вот, так же и культура. Я должен читать, потому что встречаешься с защитниками русской культуры и удивляешься. Ну, мягко говоря, абсолютному незнанию то, что они защищают. Ну, здесь еще может быть, я вообще таких формулировок не слышала, защищаем русскую культуру. Может быть, русский язык вы имеете в виду на этой нашей территории? Русский язык? Я говорю о культуре. Я слышал еще не только здесь, я слышал и в Томске, и в Томске. она могла выходить моя внучка и говорить «защитим корейский язык». Но она же его выучила. Ну, суть понятна. Скажите, вот вы сказали фразу такую, что село Степанчиково, площадь его расширяется, да? Да. До больших размеров. Да. А кого вы считаете образованным человеком? и с какими книгами вы никогда бы не расстались? Ну, вот с Цветаевой это мы поняли. Цветаева не берем, потому что мы снимаем... я в советское время много литературы читал под подушкой. Не только я. Не только я. Вот тогда я понимаю, что это было страшно, потому что мы не знали ее. А потом, когда эта лавина литературы ринулась в книжные магазины, она лежит. Ну, для того, что... Вы знаете, я когда пришел в книжный магазин, учась в театральном в Ярославле, был продажа булгаков мастера Маргарита. Была огромная очередь. Я не стал стоять. Я не знал его. Думаю, что за стадное чувство? Зачем я буду стоять, покупать то, чего я не знаю? Другое дело, я за свою неграмотность поплатился тем, что заплатил за нее всю мою первую зарплату, и тогда я купил мастера Маргарита. Осознанно уже. Да, но я уже знал, и поэтому за незнание платят. Вот тогда, вот тогда фамилии, которые я могу произнести, которые это, если бы вот после того, как закончилась советская власть, вот вся та литература конца 19-го, начала 20-го века, выпустить ее можно вообще не писать. Вот я не читаю современные не потому, что я сноп, у меня нет времени. Я прочту то, что уже временем опробовала. Оно проверено. Такие фамилии, как Розанов, Ремезов, Пельняк, фамилии те, которые, та же Цветаева, которые, сборник Цветаева, я помню, первый, который разрешили. Она, когда они приехали сюда, должен был какой-то академик Зеленский первый читал ее книгу. Этот академик написал, что это печатать не нужно, это бессмысленно, бессмысленная какая-то. И ее сын пришел домой и говорит, мама, к сожалению, они, он знал Зеленского, Зеленский прав, это сын Георгий, говорил маме. Да, если так углубиться, ночи история темны, что называется, да, и, конечно, на людей это действует. У нас, к сожалению, программа к концу подходит. Мы хотим просто напомнить, что наша программа сегодня, Зеленая лампа, включается для двухлетнего Елисея Василенко, чтобы помочь родителям оплатить курс лечения в Санкт-Петербургском нейрологическом центре доктрина и помочь мальчику прийти в нормальное состояние, начать говорить, выздороветь. Вот это главнее всего, о чем мы говорили. Одно другому не мешает, все это, конечно, на фоне эпохи происходит и воспоминаний о прошлом и настоящем, и мы очень рады, что театр возобновил свою деятельность, что выходят новые спектакли. Мы желаем вам зрителей новых. Спасибо огромное. Мы ждем ваших новых программ, лично ваших, потому что мы очень любим ваши чтения. И напоминаем, что на Ютубе как в поисковике можно завести «Фальцет времени». Марина Цветаева «Фальцет времени». А дальше читает латвийский актер «Сон». Это моноспектакль. Спасибо вам большое. Спасибо вам и спасибо за удовольствие общения. Оно короткое, но я думаю, мы после спектакля, ой, после спектакля, мы продолжим говорить и звонить продолжим. 9-3-0-6-3-8-4 всю неделю этот телефон будет помогать этой семье. Это не только двухлетнему Елисею, но его маме и папе и его двум старшим братьям эта помощь, потому что для малыша это просто шанс действительно изменить жизнь. До свидания. Всего. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok